Морозы продолжают радовать жителей города красивыми снегопадами и заиндивевшими деревьями. Однако, если опустить глаза и посмотреть под ноги, то картина перестает быть сказочной. Большинство дворов и тротуаров города безнадежно утопают в снегу. И если пушистую кашу коммунальные службы все же убирают, то проламывать лед и очищать дорогу до асфальта никто не торопится. Результат налицо около 15% всех больничных листов, оформленных зимой, приходится на уличные травмы. Очень скользко, нечищенно и страшно бывает. Просто поскользнулась. Стояла и упала. Скорее бы зима кончилась и лед растаял. Вот одна мечта. Шла, поскользнулась. Перелом со смещением. Месяц уже в гипси, еще месяц буду ходить. На дворе четверг, 11 часов утра, а в травмпункте уже собралась очередь более чем из 50 человек. Они разного возраста, но с одной историей. Более половины поскользнулись на неочищенной дороге. Теперь люди вынуждены сидеть в очереди, причем все в один кабинет, где принимает единственный врач. Многие уже провели здесь несколько часов. Когда мы сюда пришли, в очередь заняли. Потом мы на рентген в очереди отстояли. Теперь вынесли нам документы, какие мы будем по очереди. И вот сейчас очередную очередь опять отстаиваем. Остановка, пешеходный переход, дорожка во дворе. Травму можно получить где угодно. Не спасает ни аккуратность, ни внимательность. Только отзывчивость прохожих, которые помогают подняться. Эти кадры вызывают улыбку, но смех этот сквозь слезы. Однако в городе есть несколько аномальных мест, где передвигаться без опаски можно в любое время года. Это тротуары около здания администрации. К сожалению, уже на другой стороне улицы необузданная стихия вновь берет верх над человеческим трудолюбием. В таких условиях важно знать, как уберечь себя от серьезных травм, даже если ноги плохо слушаются. Важнее всего предотвратить удар головой. Основная ошибка, когда человек падает, у нас откидывается голова назад, мы бьемся в землю или об лед об холодный, теряем сознание. Соответственно, человек замерзает. И что происходит? Ну, смерть, да, или отморожение конечностей каких-нибудь. Также очень важно сгруппироваться при падении. Ни в коем случае нельзя падать на локти и кисти. Это грозит вам переломом. Подставлять под удар стоит перед плечи. Удар им об пол поможет погасить энергию падения. Также часто встречаются травмы тазобедренных суставов, особенно у пожилых людей. А вот ноги практически всегда остаются в безопасности. Но именно они становятся причиной падения. Если вы чувствуете, что они начинают разъезжаться, ни в коем случае не паникуйте и не торопитесь. Это только усугубит ваше положение. Также во время прогулок по улице лучше исключить ношение обуви на высоком каблуке. Если это сделать не удается, то при падении вам нужно максимально присесть, чтобы сместить центры тяжести как можно ниже. Сгруппироваться, желательно наклонившись немножко вперед, да, и уже прижав подбородок к груди, свободно падать уже назад и не отсоединять, самое главное, подбородок от груди. То есть травму мы в любом случае небольшую получим при страховке, но уже не такую, как могли бы получить, если бы мы его не делали. И, конечно, лучше немного бы тренироваться дома или в спортзале, ведь во время падения у вас уже не будет возможности подумать, сработает мышечная память. Поэтому позаботьтесь о собственной безопасности заранее, чтобы прогулка на свежем воздухе принесла вам только положительные эмоции.